Привет всем! Сегодня у нас уже 27 февраля. Зима наконец-таки близится к своему завершению. Наступает у нас скоро совсем весна. Уже на улице так солнечно. Замечательное такое настроение у всех, наверное, весеннее. И хочу вам сегодня показать землянику, которая уже в принципе доходит где-то полтора месяца от посева. И порекомендовать для земляники, соответственно, для каких-то может быть цветов, для питонии можно использовать такие вот мини-теплички из фикс-прайса. Стоят они всего 50 рублей. Такая вот одна тепличка. Удобны они очень так вот именно в использовании. И, соответственно, такие вот кассеты. Из фикс-прайса тоже они. 6 ячеек. Одна штука стоит всего 8 рублей. То есть, в принципе, дешево и очень-очень удобно. Но вот именно в эту тепличку входит всего, получается, 2 целых кассеты. И одну пришлось пополам разрезать, потому что не входило. Ну, в принципе, тоже вот так вот можно приспособиться. Рассада рассажена была, распекирована, наверное, где-то полторы недели назад. То есть, в принципе, сейчас она уже вся принялась, растет. Кое-где уже тут даже четвертый листок идет настоящий, где-то третий. И хочу вам также показать еще другую рассаду, которая у нас рассажена вот по таким вот небольшим таким емкостям. Видите, она вся разная, потому что мы писали в комментариях, что большая земляника, что месяц прошел, не может такого быть. Вся разная. То есть, если сорт один, он быстро растущий, другой сорт, он медленно растущий. У него кусты, наверное, будут не такие большие, не такие объемные. А здесь этот куст мощный, поэтому она побыстрее растет. Но все зависит от сорта. Такая земляника тоже. Но она не вошла просто по таким вот кассетам и пришлось в общую емкость. Ну, в принципе, пойдет тоже. Потом я ее, надеюсь, пристрою в добрые руки. Поэтому. А эта уже рассаженная. И подкормка была всего одна. Вот таким вот удобрением еще с прошлого сезона. Оно осталось. Совсем немного на глаз развожу и поливаю. То есть, никаких подкормок больше особо делать не буду. Только вот эту буду использовать и все. Потому как, ну, в принципе, не надо, чтобы она вот именно так быстро росла. Она и так нормально развивается. Сейчас еще только начало будет марта. То есть, в принципе, за март она успеет вырасти. И в апреле ее надо будет уже рассаживать по отдельным, соответственно, стаканчикам. И такой прям быстрый бурный рост он не нужен. К высадке она будет совершенно нормальная. Поэтому не надо торопиться, не надо ее пичкать какими-то удобрениями. Все тут совершенно нормально будет расти. И так вот. Солнышко в окошках и, в принципе, полив и немного подкормок. И все, в принципе, больше особо ей ничего и не надо. Ну, вот так вот хочу порекомендовать прям удобные в использовании. То есть, сокращается число поливов. Наверное, за неделю всего раза, наверное, три поливаю и все. То есть, здесь всегда влажно. А земляники надо вот именно в такая вот влажная среда. И температура сейчас на подоконнике, наверное, там градуса 20 или чуть больше. То есть, подоконник не южный, а получается, наверное, западный. Западный подоконник. И там не так много солнца. То есть, именно хороший климат для земляники. Там не складывается. Поэтому удобно прям выращивать в таких вот и кассетах лучше гораздо, чем вот в таких вот стаканах различных именно. Ну, наверное, в стаканах тоже было бы хорошо, если бы они именно накрыты были вот такими тепличками. Раньше накрывали просто вот именно в стаканчиках она росла и накрывали сверху не такой пленкой, а с пакетом. Пленка такая, но в принципе, не очень это удобно. То есть, где-то подсыхает. В общем, лучше вот такая тепличка. Прям замечательно с ней. Поэтому такое вот коротенькое видео про земляники УКО. И, соответственно, про небо и такое удобрение. И про теплички с фикс прайса. 50 рублей дешево, сердито. И такие вот контейнеры. 8 рублей. Вообще просто. Практически даром. И служат они, наверное, у нас уже одна тепличка служит третий сезон. То есть, в принципе, и контейнеры вот эти тоже служат уже третий сезон. Именно старые. Поэтому, в принципе, долговечно, удобно. И замечательно, практично. Ну, а всем тем, кому видео понравилось. Всем всего доброго. С весной вас. Настроением замечательным. Пускай у вас будет каждый день наполнен радостью, позитивом. Всем всего самого-самого доброго. Пока-пока.